Сегодня мы поучимся рисовать схемы животных леса. Лисы, белочки и зайчика. Это упрощенные схемы, но они вам помогут потом, если вы будете рисовать в цвете. Сначала нарисуем лисичку, а сначала буду рисовать карандашом, а потом обведу фломастером, чтобы было почетче видно. У лисички туловище рисуем овал, головка, шейка небольшая, вот такая. Чтобы нарисовать заднюю ножку, обводим спинку, делаем перегиб в серединке, вот такую лапочку. Чтобы нарисовать переднюю ножку, начинаем сверху, чуть-чуть здесь делаем потоньше. Вот здесь небольшой суставчик и рисуем еще одну лапочку. Можно вторую вот так подрисовать и эту так подрисовать. Теперь головку у лисички мы нарисуем кружочек и вот такой носик. Ушки у лисички и вот такой, все помнят, да, как лиса заметает след хвостом. Вот такой хвостик. Вот у нас получилась лисичка. Вот здесь у нее всегда белая грудка, животик тоже белый, но мы не в цвете рисуем, просто чтобы вы знали. А лапки, вот я потоньше захотела сделать, а лапки в самом конце будут темненькие, когда вы будете рисовать в цвете. Это только схема. И делаем лисички. Вот эта белая часть идет до сюда. Делаем лисички глазик. Можно сделать улыбающийся ротик, чтобы была веселая лисичка. Сейчас обведем фломастером ушки, мордочка, ротик, глазик, пушистый хвостик, хвостик на конце белый. Вот эта вот часть у лисички тоже белая. Животик тоже белый, продолжение грудки. Одна ножка. Вторая ножка. Передняя. И еще одна передняя. Вот у нас получилась лисичка. Теперь мы с вами попробуем нарисовать белочку. У белочки туловище похоже, ну как сказать, как бы на такой кабачок или огурчик вот такой неровный. Внизу оно пошире, к шейке поуже. Рисуем головку. И подрисовываем белочке вот такой носик. Можно сделать ротик. У белочки все знают на концах ушек кисточки. Пусть она у нас в передней лапке держит, ну, например, грибочек. Так, задняя лапка у белочки вот такая. И у белочки отсюда растет вот такой великолепный большой хвост. Глазик белочки и вот такую мордочку. Вторая лапка тоже держит грибочек. Ну и здесь можно еще одну. Сейчас обведем. Грибочек. Грибочек. Белочка рыжая. Кончик хвоста у нее может быть потемнее или посветлее. А вот эта щечка у нее белая. Можно лисички, кстати, я подумала, нарисовать немножко усиков. Это добавит настроение в рисунок. И глазик. Сейчас нарисуем зайчика. Туловище у зайчика такое же, как у белочки. Такой вот маленький кабачок или огурчик. Здесь пошире, к шейке поуже. Головка у него вот такая примерно. Носик на конце. Зайчик похож немножко по рисованию на белочку. Одна лапка, другая. Вот такой хвостик. И характерная черта это длинные ушки. Тоже есть мордочка. Можно нарисовать усики. Обведем. Он даже на нас смотрит. Вот мы с вами научились рисовать зайчика, белочку и лисичку.